Едва ли не каждый день в Ленинградском зоопарке можно наблюдать умилительную картину. Огромный волк просится на ручки к своему человеку. Мрак и сумрак не первые серые хищники, которых удалось приручить опытному сотруднику зоопарка Дмитрию Васильеву. А начинать закладывать такие теплые отношения лучше всего с самого детства. Сумраку было интересно. Он еще когда был маленький, он любил залезать на колени. А так у него до сих пор это осталось. Вот ты садишься на бортик, а он подходит и залезает к тебе на руки эти 45 килограммов на тебя. И у него это с детства осталось. А мрак он никогда это не любил. Да, как и в природе, в зоопарке не встретишь двух похожих по характеру и темпераменту животных. Но у самых покладистых и человекоориентированных зато есть своя важная миссия. Вместе с сотрудниками зоопарка они участвуют в образовательных лекциях и выезжают в гости к детям в больницы, школы и садики. Лиса Колбаса. О, ползет, ползет. Ну вот, например, это Джинни. Лисица обыкновенная. Увидеть такую обыкновенную лисичку было давней мечтой одной маленькой петербурженки. Она очень любит лисиц. Она очень много про лисиц читала. Она очень много про лисиц смотрела всяких там передач. Она никогда живую лисицу не видела. А мы с Колбасой к ней приехали. Я радость видел. Радость от общения с животными должны испытывать все участники выездных лекций. Поэтому за ручными хорьками глаз да глаз не перестанут прикусывать от занятий, отлучат. А вот колючий и зубастый дикобраз в душе оказался добрым малым и кастинг прошел. Этот ручной. Дикобразы в зоопарке всегда жили, даже в блокадном зоопарке. Но он ночной. Он где-то в углу там. И его очень плохо видно. А здесь его видно во всей красе. В общем, дикобраз, на мой взгляд, очень эффектный зверь. И да, комплимент, как и вкусняшка. Отличный способ растопить даже самое суровое сердце. Руки птичка. Кто красивый-то? Руки красивый.